Рабочую встречу по итогам развития Севастополя и Крыма провёл президент Российской Федерации Владимир Путин. 17 марта, накануне Дня воссоединения Крыма и Севастополя, совещание прошло в режиме видеоконференции. Президент отметил, что 9 лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой однозначный и окончательный исторический выбор – вновь и навсегда стать частью нашей единой большой страны. По словам Владимира Путина, прогресс в социально-экономическом развитии в основном зависит от государственной программы, которую продлили до 2027 года. Общий объём финансирования на весь период – 1,6 трлн рублей. И сегодня же в рамках госпрограммы активно развивается дорожная сеть, улучшается коммунальная инфраструктура, наращиваются темпы жилищного строительства и открываются новые спортивные сооружения, школы, детские сады. Только в прошлом году совершено строительство 9 дошкольных учреждений на 1600 мест, 630 даже мест. А в планах на текущий год – вот порядка 140 различных новых объектов. Также президент отметил появление новых возможностей для развития бизнеса в Севастополе и Республике Крым. В нашем городе сегодня реализуется более 100 проектов. На общую сумму – 217 миллионов рублей. Важно развивать такой актуальный, востребованный механизм государственного частного партнёрства, как специальная экономическая зона, созданная на полуострове. По её итогам, по итогам работы за 8 лет, на 1 рубль вложенных средств, предоставленных государством, льгот, и получено 3 рубля инвестиций на 1 рубль, повторяю государственных, 3 привлечённых. К началу текущего года в качестве её резидентов зарегистрировались свыше 1578 компаний. И отмечу, что 85% из них – это малые и средние предприятия. Михаил Развожаев присоединился к видеоконференции с образовательного центра в бухте Казачья, где недавно завершилось строительство новых корпусов и детского сада. Школа рассчитана на 700 мест, детский сад – на 280. В новом третьем корпусе, предназначенном для младшей школы, занятия начнутся со следующей недели. Также недавно было принято решение о переименовании образовательного кластера «Бухта Казачья». Недавно мы общались с женсоветом нашей бригады, 810-й гвардейской морской пехоты, и женщины обратились с просьбой присвоить имя 810-й бригады этому образовательному центру. Педагогический коллектив эту идею поддержал, поэтому сейчас мы эту задачу реализуем. Так как у бригады очень тесные дружественные отношения, и ребятишки, все фактически наших морских пехотинцев учатся в этой школе и посещают эти два детских садика. За 9 лет количество детей в дошкольных и школьных образовательных учреждениях города увеличилось с 37 тысяч до 54 тысяч. За это время появилось 14 новых детских садов и школ. Кроме того, в нашем городе реализуется программа по капитальному ремонту школ. Мы планируем 71 здание в 40 школах отремонтировать. В прошлом году уже отремонтировали 9 зданий в 6 школах. И в этом году заключены контракты на ремонт еще 9 зданий. Хочу отметить, что это, прежде всего, школы, которые никогда не видели капитального ремонта в сельской местности. И сегодня, после завершения ремонта, это современные образовательные пространства, которые сразу же наполняются новыми молодыми педагогами. В период с 2014 года бюджет Севастополя увеличился практически в три раза. По словам губернатора, средняя заработная плата достигла 42 тысяч 300 рублей. Промышленность и бизнес в нашем городе развиваются, несмотря на введенные санкции. Также Севастополь растет и в туристическом направлении. За прошедший год наш белокаменный город у моря посетили 480 тысяч туристов. Увеличилось и постоянное население на 165 тысяч человек. Сегодня в Севастополе проживает 551 тысяча человек. И мы, понятно, что занимаемся развитием жилищного строительства. Вот только в 2022 году 556 тысяч квадратных метров жилья было введено. Это, конечно, не только на квартирные дома, но и индивидуальное жилищное строительство. Оно активно развивается. Но фактически мы достигли показателя 1 квадратный метр на человека. И за это все время, за 9 лет, более 3 миллионов квадратных метров, если быть точным, 3,3 миллиона квадратных метров, было введено. За 9 лет в нашем городе появилось или обновилось 80 объектов. К 240-летию Севастополя также после реставрации откроется художественный музей Крошицкого. Сейчас учреждение пополняется выставочным оборудованием, чтобы ко дню города в нем прошла выставка, посвященная знаменательной дате. Михаил Развожаев вспомнил еще несколько знаковых объектов, которые возводятся в Севастополе в настоящее время. Реализуется создаваемый на мысе хрустальный культурный кластер, который строится по вашему поручению. Уже завершается строительство театра. Готовится к воду хореографическая академия, строится художественный музей. Ну и масштабнейший проект – это археологический историко-археологический парк Херсонес-Таврический. Два объекта этого парка уже завершены в текущем году. Губернатор Севастополя доложил президенту о реализации закона о поддержке участников специальной военной операции и их семей. Стараемся здесь работать максимально концентрированно, чтобы окружить заботой и теплом наших семей, наших военнослужащих. Закон наш региональный уже работает. В настоящее время 763 человека у нас получают расходы на оплату коммунальных услуг в размере 50%. 3382 человека получили право на бесплатный проезд. 976 детей получают бесплатное питание в школах. 1124 ребенка освобождены, их родители от платы за детский сад. 1124 ребенка освобождены, их родители от платы за детский сад.